Всем привет! В этом видео поговорим о том, что тщетные потуги США оторвать Среднюю Азию от России к успеху не привели. Американские чиновники предпринимают обреченные на провал попытки затормозить рост объемов торговли России со сторонами Средней Азии. В этом году с целью ужесточения экспортного контроля на границе в Казахстан, Узбекистан, Киргизию приезжали многочисленные делегации из США и ЕС, нацеленные на прекращение экспорта санкционных товаров двойного назначения в России. Газета Washington Post 18 июля писала о том, что американская администрация пригрозила правительство Киргизии введением серьезных экономических санкций за поставку в Россию китайских промышленных дронов Аграс Т-30 под видом ввоза сельскохозяйственной продукцией. Киргизские власти в ответ на эту публикацию пообещали американским властям с этим делом разобраться, но так и не предприняли ничего, сославшись на единое таможенное пространство с Россией в рамках Еврозес, запрещающего введение дополнительных преград на границе для торгов. Американских чиновников указанный ответ не устроил и 20 июля Минфин США ввел санкции против четырех компаний из Киргизии, обвиненных в поставках в Россию товаров военного назначения. Указанные киргизские компании были созданы менее года назад. Введение санкций против них никак не повлияет на киргизскую экономику, поскольку на смену им тут же придут, либо уже пришли другие подобные компании. Проблем с созданием нового юридического лица, который выполняет исключительно посреднические функции, в Киргизии нет никаких. Даже угроза применения санкций белым домом в отношении предприятий реального сектора Киргизии не способна остановить рост экономического сотрудничества между Россией и Киргизией. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 40%, до 3 млрд долларов. В этом году объем торговли вырос еще на 30%. Произошло это преимущественно благодаря существенному росту китайского экспорта в Россию. Для Киргизии и других стран Средней Азии антироссийские санкции стали настоящим подарком. Теперь эти страны вместо Прибалтики, Финляндии и Польши получают огромные транзитные доходы за счет переориентации российского экспорта с Запада на Восток. Благодаря этому страны Средней Азии сейчас демонстрируют одни из самых высоких в мире темпов экономического роста. Никакая угроза применения западных санкций не заставит руководство указанных государств отвернуться от России и Китая.